Шанс. Там да ты. Слотс-Сити. Не ожидали и западные турецкие парни, что Россия реально будет досматривать корабли на предмет перевозки оружия. В итоге пришлось останавливать принудительно со стрельбой и вертолетом в воздухе. Так будет и впредь. Потому что мы, мне кажется, над этим пренебрегаем. Вот этими вещами, да. Опять же, это вот как вот Зеленским, которым позволили раздуться. Слушайте, вот эта вещь, такая вещь, как общественное мнение в нынешней ситуации, в современной ситуации, играет очень большое влияние, значение. Это, по большому счету, оружие почище всяких разных ракет и беспилотников. Потому что это действует на моральное состояние воюющих людей, это действует на гражданское население и так далее. Когда мы дали этому таракану сделаться каким-то псевдогенералиссимусом, который разъезжает по всему миру, мы фактически помогли украинской армии вести боевые действия против нас, что касается здесь общественного мнения. А здесь общественное мнение чувствует себя постоянно в состоянии каких-то потерпевших, да. Вот, смотрите, как бы, да, вот они делают это, делают то, это так, а мы что делаем? А мы, мы вот, мы вот в Артемовске. Мало этого, надо работать с общественным мнением, чтобы это общественное мнение, так сказать, было, находилось, так сказать, в соответствующем, в соответствующем состоянии. Потому что это оружие. Не понимаю, то сказать, что здесь, что здесь такого, как бы, непонятно. Я всегда говорил, что вот мы все эти тоже, все эти наши передачи там бесконечные в каком-то, они в какой-то такой, знаете, в тональности потерпевших, в тональности потерпевших. Вот они привезут сейчас столько, а потом столько, а потом еще вот столько, а потом еще полстолько, и нам хана. Вот они теперь здесь. Сначала они были там, потом здесь, потом здесь, потом здесь. Теперь они уже в Кремле, и что? Я не знаю, вообще, те, кто работает с этой ситуацией, они понимают, что это деморализующее оказывает воздействие. Это как раз называется подыгрывать врагу. Они делают ставку на символические вещи. Поездки Зеленского по Европе – это символические вещи. Приезды в Киев всяких вот этих европейников – это символические вещи, которые очень хорошо работают с общественным мнением. Вот эти, условно говоря, беспилотник в Кремле или где-нибудь там в Белгороде – это символические вещи. Мы вот эту войну проигрываем. С самого начала было ясно, еще весной вот здесь вот говорили, что надо выводить из строя средства массовой информации украинские и прочее-прочее. Ну, один раз попала ракета по одной там башне, и отчитались, что вот там какой-то колл-центр там вырубился, и все. А так все украинские средства массовой информации как работали, так работают. И все. А вот что непонятно, что это важно. А мы все обсуждаем какие-то зерновые сделки, какую-то хрень там, так сказать, все плачемся. А вот вы знаете, наши условия не выполняют. Да, и что дальше? И дальше что? И сколько вы еще будете сопли-то вытирать, да? Ваши условия не выполняют. Ну, вот есть же Эрдоган. Он что, так сказать, папа ваш Эрдоган? Что это самое? Дядя ваш Эрдоган? Родственник? Или кто он вам вообще? Сводный брат, сват, или кто он такой-то, как бы, да? А вот вы знаете, вот такие вот, понимаете, дела. Вот Запад, вот он не выполняет. А вы думали, что он будет выполнять? Вы ожидали от него, что он будет выполнять? Ну, если вы искренне ожидали, как бы, да, то вы, ну, я очень мягко скажу, жестоко ошибались. Что касается вот этого контрнаступления и прочего, еще раз скажу. Здесь же важно не только того, какие там территории они там, условно говоря, хотят, значит, вернуть или прочее-прочее. Они работают в символическом пространстве. Например. Им, например, важно нанести какой-то такой удар, который бы, например, заставил бы здесь, в России, провести еще более масштабную мобилизацию. Потому что они считают, что через эту мобилизацию можно расшатать ситуацию. Так вы не дайте им этого сделать. А вот это вот му-му про это самое бесконечное какие-то, так сказать, дипломатии, это все очень важно, несомненно. Но этого мало. То есть, может быть, в другое время этого было достаточно. В это время этого уже недостаточно. Просто мы действительно их расслабили, а вот мы, значит, не трогаем таких-то людей. А вот мы не трогаем западников, а вот мы не трогаем, так сказать, ваше руководство. А вот мы не наносим таких-то ударов, а вот мы здесь вот этого не делаем. а вот того, в итоге получается, что они, я об этом еще весной говорю, они загнали нас вот на этот ограниченный театр военных действий на востоке Украины, и вот мы там топчемся, да, ведем сухопутную войну, как будто она из какого-то позапрошлого века, вот так вот, и я думаю, что это их успех в этом смысле, вот. Они навязали нам ту тактику, как бы, да, ведения этих вот, вот всех этих действий, которые им выгодны, им выгодны, а нам нет. Атака на Кремль. Масса версий сегодня, Кремль орет благим матом, это Киев дал приказ, Зеленский публично выступил, сказал, мы не атаковали Кремль, мы не атаковали Путина, более того, уже все эксперты сказали, что такой БПЛА от Украины долететь не может, соответственно, он был запущен с территории России. Кроме того, надо сказать еще про одну вещь, в Москве такое количество ПВО и ПРО и вокруг Москвы, что пролететь БПЛА, ну, должно быть какое-то чудо. Ты знаешь, я вот всегда верю в лучшее, я вот всегда до последнего верил, что Дугина взорвали мы, потому что, ну, а что бы и нет, да, но все-таки в конце концов выяснилось, что, видимо, наверное, скорее сами с усамы без усамы, да, друг друга там повзрывали. И я точно так же до последнего буду верить, что и Кремль тоже мы, да, потому что, ну, слушай, ну, очень хочется верить, что украинские БПЛА, украинские БПЛА имени Мартина Руста на сороковую годовщину прилетел, прилетел до Красной площади и немножечко там покоцал флаг. Ну, не особо, но хотя бы, да, то есть это чисто показательная, конечно, такая вещь. По поводу не может долететь, я хочу сказать, может. Не может долететь, он может быть, наверное, только по расстоянию, да, там долетело. По расстояниям этот БПЛА долететь не может. Более того, он летел не со стороны Украины. То есть, если ты помнишь, как находится Москва, оно летело со стороны Лосино-Островского, то есть Лосинка, то есть, соответственно, атаковали Люберцы, ну, там, Подольск мог атаковать, то есть это вообще другая сторона. Если летело со стороны Лосиного острова, ну, может быть, это Эстония тогда немножко подсуетилась. Слушай, здесь дело-то не в этом. Ну, завезли, может, как-то на буси заехали, может, партизаны местные какие-нибудь, не знаю, может, ФСБшники, может, ФСБшники сами друг друга. Может, это, типа, взрыв на Каширке для начала новой войны, может, им повод какой-то нужен, я не знаю. Здесь интересно другое. Даже если это ФСБшники, то все равно смотреть, что получается. Долететь по расстоянию-то он, может, и не может. Но Москва и Кремль – это самый наиболее охраняемый объект в России вообще в принципе. Так не охраняют ничего. Ни одну ядерную станцию, ни один Тихоокеанский флот, ни одну, там, пусковую ядерную установку. Так как охраняет Кремль, не охраняет вообще ничего. И проблема в том, что у России ПВО есть, да, у России ПВО есть, безусловно. У России есть много хорошего ПВО. Но проблема в том, что все это ПВО, основное на разработках 80-х годов, которые тогда проворонило Мартина Русто. Мартин, да, по-моему, Мартин. И сейчас может ли такое ПВО видеть такие беспилотники, которые можно делать из говна и палок и туда поставить чип от стиральной машинки за 25 евро? Может, да, какой-нибудь там, не знаю, РЭП-зоопарк или что-нибудь там в этом роде, там, ТОР-М1-БУК-2, если его поставить, он в принципе что-то это и может видеть, да. Но тогда он сам начинает светиться так, в радиоэлектронике, да, он начинает светиться так, что его видно там за 50 километров. Просто огромное-огромное такое свечение получается, да. В этот момент, в этот ТОР-БУК-М1-2-ЕС-3-4-5 прилетает в Химарс или артиллерийский снаряд, или эскалибур, и ТОР-М1 зоопарка нету, да. А этот дрон за 25 евро из какашек и палочки пенопласта летит, летит и прилетает в конце концов к Кремлю. То есть, при всем их вот этом вот наличии огромного количества железного всего этого лязгающего железа сопротивления...